Более подробно эту тему обсудим с Ростиславом Мурзагуловым, это политтехнолог, экс-председатель общественной палаты Башкортостана. Здравствуйте, рады вам в эфире Freedom. Добрый день, взаимно. Я сразу начну с цитирования нашего гостя Дмитрия Еловского, он ранее в нашем эфире комментировал похожую тему касательно того, что российские власти, такое ощущение, что героизируют героев так называемой СВО и привлекают их к власти. И вот господин Еловский говорил, что эти все свадебные генералы, которые пару раз ездили туда, на фронт, где рядом проходит так называемое СВО, засветились там и написали об этом в своих блогах. Теперь они радуются, называют себя героями так называемой СВО, и господину Еловскому кажется, что это просто дань времени и желание выслужиться перед первым лицом, перед Путиным. Вы согласны с этим мнением, Ростислав? Да, это отчасти правда, безусловно, потому что действительно я знаю очень многих, кто покрасовался там с винтовкой, сфотографировался и вернулся обратно. В общем-то, это такой нормальный сейчас считается в России карьерный лифт социальный такой, знаете, для чиновника, для такого, знаете, такого карьериста, такого совершенно беспринципного. Потому что, ну, все-таки нормальные люди, в общем-то, пиарятся на крови, на войне, в общем-то, не будут. Это же для совсем таких каких-то, знаете, таких зашкварных типов. Потому что, ну, все-таки адекватные люди остаются и в России тоже. Вот, и, соответственно, вот те, которые готовы на это, это, конечно, в общем-то, такое отребье, которое в конце концов надо будет судить, люстрировать. И, в общем-то, надо всех внимательно записывать, брать на карандаш и, собственно говоря, потом с ними разбираться, когда все закончится. Какой толк от них будет во власти в будущем, как вы считаете? Или это исключительно только на уровне пиара? Смотрите, там, давайте разделим этих людей на две категории. Первая категория – это вот те, которые пиарщики, да, от которых мы с вами оттолкнулись. И, соответственно, вторая категория – это те, кто действительно были на войне. То есть это, ну, вот люди, которые по каким-то причинам там оказались. И из них Путин пытается слепить свою вот новую элиту, да. Вот он как бы… Это такая классическая империя на излёте. И, собственно говоря, у него ведь эта идея изначально обречена на провал, поскольку, вы знаете, когда элита лепилась из героев революции, например, да, в 17-м году, там было много людей таких духовитых, да, то есть, как бы, можно много спускать, говорить о том, хороша ли была эта революция и хороша ли вообще была эта смена власти, да, с большевиками во главе. Но так или иначе, это были люди, у которых были какие-то идеалы. Если мы говорим об участниках так называемой пресловутой СВО, то, ну, у меня есть очень надёжные источники. Я сам эту температуру по больнице постоянно замеряю. Там сегодня 95% людей, находящихся на войне, это люди, которые находятся там только и исключительно за деньги. Они не хотят, на самом деле, там воевать исключительно по каким-то патриотическим мотивам. У них таковых просто нет. И, соответственно, вот представляете себе, да, то есть, люди, у которых идеология «я готов убивать» и быть убитым за 3 миллиона рублей, сегодня идёт во власть. Ну, это, конечно, затея, это стрельба себе по ногам, конечно, безусловно. И поэтому вот эта часть, это, конечно, вот провально по вот этой причине. А та часть, которые вот пиарщики, да, которые там, какие-нибудь чиновнички Единой России, какие-нибудь вице-губернаторы, мэры, которые съездили, покрасовались, это такие просто классические такие жучки-паучки, такие, знаете, которые готовы на чём угодно делать карьеру. То есть, это как бы другая сторона, то есть, это снова, как бы, получается, куда-нибудь кинуть сюда клин, это снова люди, которые, ну, не отличаются высокими моральными качествами. То есть, соответственно, как бы Путин свою элиту, ну, вот превращает во что-то такое подобное, знаете, другим империям на излёте. Осталось только коня еще все надо вести, и всё, собственно, это всё закончится. Ну, вот ещё один очень интересный момент. Россиянам, участвующим в войне против Украины, предлагают должности во власти, где они могут быть заметными, но без реального политического влияния. Как сообщает издание «Вёрстка», 10 участников программы «Время героев» уже получили кадровое предложение о переходе на новые места работы в администрации президента Российской Федерации и государственных органов, хотя назначения еще не окончательно согласованы и будут представлены позже. «Вместе с тем, те, кто уже устроился в политическую систему, сталкиваются с трудностями, им не удается приспособиться к так называемому паркетному миру, политиков и новые коллеги их не принимают», пишет издание. То есть, опять же, игра на псевдопатриотизме и героизация по факту убийц. Есть еще важный интересный момент в том, что вернувшиеся же с войны россияне продолжают совершать и насилие, и преступления, в том числе, они же привыкли к этому. Можно ли говорить это, назвать это таким себе выстрелом себе в колено со стороны путинской власти? Да, совершенно верно. Вы знаете, я как раз, Олег, когда смотрел ваш сюжет, я себе делал пометки и вот в том числе это написал, что, вы знаете, ведь это же абсолютно параллельные миры на самом деле, да? Это вот то, что хочет там Путин в своих фантазиях, да? О том, что сейчас вот он наводнит всю власть героями и так далее. И вот мир как бы реальный, это мир, который состоит из вот тех самых чиновников, которых вы паркетными назвали совершенно справедливо. Это тот мир, который действительно умеет обороняться, потому что таких проектов по привлечению каких-то ширнормаз во власть у Путина было за его четверть века во власти очень много. Вы знаете, все время, каждый год я слышал все эти разговоры про социальные лифты, про то, что нужно, чтобы там люди поступали, там карьеры, дорогу молодым, там вот это вот все, кадровый резерв один, другой, третий, там они все это клепали, но в итоге либо в кадровый резерв сразу записывались те же самые чиновнички и их дети, но либо, соответственно, из этих кадровых резервов люди попадали в никуда, либо они попадали действительно на какие-то плохонькие, завалящие никому не нужные должности. Потому что так, если разобраться, что такого сладкого в этой госслужбе, то есть зарплаты там у специалистов первых, так, внешних уровней, они очень небольшие. И там часто, кстати, недобор во власти в российской. И, собственно говоря, да, ну вот сейчас придет какой-нибудь бандит и свошник в какой-нибудь отдел потребительского рынка, в какой-нибудь мэрии, какого-нибудь там урюпинска. И, соответственно, что он будет там делать? Человек, который любит и умеет убивать за деньги. Соответственно, он будет, наверное, там придумывать какие-то схемы не самые красивые и не самые законные. То есть это, конечно, скорее всего, у него не сильно будет получаться, потому что я не думаю, что куда-то на очень высокие позиции эти люди запрыгнут. Там могут быть какие-то точечные для показухи решения, вроде того, как Путин с Уралвагонзавода в свое время человека назначил на высоченную должность своего полпреда в одном из округов. Но, в общем-то, это было скорее исключение из правил, чем правило, потому что, конечно, высоких должностей на всех этих бандитов не хватит, и элиты их просто не пустят. Хотя, на самом деле, Путин как-то пытается хорохориться в этом смысле. И даже вот была громкая история, у него был такой прям фаворит-фаворит по имени Турчак. Его прямо все пручили на смену Валентине Матвиенко, и уже он там собирал какие-то свои политбюро вокруг себя из молодых таких вот борзых путинских чиновников. Но вот говорят, что погорел действительно на том, что Путин тогда давал ему поручение, чтобы он организовал вот эту работу по внедрению вот этих вот солдафонов в ряды партийных элит. Но вот он эту работу сознательно провалил. Эти все солдафоны, СВОшники, они все дружно проиграли праймерис. И, собственно говоря, там прошли только те, кто были вот этими замаскированными чиновниками в виде каких-то вояк, на самом деле, они были тоже чиновниками. И, соответственно, вот якобы есть такая версия, что Путин об этом узнав, его выгнал, отправил его замажая руководить никому ненужным отдаленным регионом на Алтае. И, соответственно, вот это все равно ситуации не изменит в корне, потому что все равно элита путинская будет сопротивляться. Потому что они там сидят все давно, потому что рука руку моет, потому что у них на каждую бумажку есть три других бумажки. И поэтому, в общем-то, эта программа, как и все остальные путинские программы, безусловно, уйдет в песок. Ну потому что еще и, понимаете, чтобы такие программы внедрялись, чтобы реально появился новый пласт в элите. Это же нужно много лет. А сколько у Путина в то время осталось империи, это уже на самом деле разваливается. Посмотрите, что творится там, посмотрите, что творится в элитах, посмотрите, что творится на фронте, где там патриотизм, где там эффективность хоть какая-нибудь, где эффективность в государственной власти. Страна лежит на боку, и как только нефть подешевеет или танкерную торговлю запретят, это все схлопнется в один момент. А, Ростислав, может быть ли такой ход Путина привлекать к власти так называемых героев СВО еще тем вариантом оправдывания своих действий? Ведь так называемую СВО планировали там за три дня закончить, взять Киев и успокоиться на этом. Но никто не ожидал такого мощного сопротивления со стороны Украины. Может ли это быть еще таким методом оправдания перед россиянами, мол, это настоящая война, священная война, как они называют ее, и она просто необходима была. И вот люди, которые ее прошли, вот они во власти, и они вот вам говорят, что это было необходимо и неизбежно. Ну, сейчас мы с вами снова возвращаемся к моему тезису о параллельных мирах, да, то есть действительно в голове у Путина может быть что-то подобное тому, что вы сейчас описываете. Однако никто ведь не поверит в это, и давно уже перестали верить. Уже даже путинские придворные социологи фиксируют то, что россиянам война уже до чертиков надоела. И, соответственно, сейчас вдруг откуда-то возьмется волна патриотизма после того, как еще этих бандосов начнут ставить для какие-то должности значимые. Да нет, конечно, не возьмется никакой там патриотизм. Вы знаете, вообще вот этот СВОшник, это же в России на самом деле стигма такая, да. То есть это, как правило, человек необразованный, человек откуда-то из глубинки, из деревни. А человек, который не является каким-то, знаете, там носителем высоких моральных ценностей, и все остальное общество, даже если оно это не признает, оно это понимает. Потому что, грубо говоря, СВОшник равно суть маргинал. И, собственно говоря, все в России это знают. И поэтому, когда этих маргиналов начнут пихать на какие-то позиции, еще и россияне должны будут этому как-то обрадоваться, потому что это же наша священная война. Да нет, она для них никакая не священная война. Это та война, в которую их затянули совершенно без их желания. Да, они не сопротивляются, и в этом это проблема этой страны, потому что гражданского общества в России нет. И, соответственно, наверное, созревать оно будет еще десятилетия, если вообще когда-то созреет. Но, соответственно, вот при этом, так или иначе, все-таки настроения для людей мне понятны. И, в общем-то, никакой выгоды в плане идеологическом у Путина от этой программы, конечно же, не будет. Ростислав, огромное спасибо, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Напомню нашим зрителям. Ростислав Мурзагулов, политтехнолог, экс-председатель общественной палаты Башкортостана, был с нами на прямой связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова